Друзья, всем привет! Сегодня четверг, с вами я, Софья Ская, и наша программа Эктор Сток. Я вещаю сегодня из Санкт-Петербурга, здесь у нас штормовое предупреждение, надеюсь, что это никаким образом не повлияет на связь и на наш эфир. Сегодня у нас уникальный вечер, к нам в гости смог присоединиться Игорь Жижекин, это знаменитый актер голливудский и российский, который также и мастер спорта. И сегодня мы поговорим о том, каким образом Игорь попал в Голливуд, каким образом у него сложилась так уникальная карьера там, что он попал в культовые проекты. И Индиана Джонс, и Турист, в котором сыграла Анджелина Джоли и Джонни Депп, и о многом другом сможем узнать про разницу между съемками в Голливуде и в России, и о том, как спорт помог Игорю в его карьере именно киноактера. Я ожидаю, что он к нам присоединится. Будет очень интересный эфир. Я напоминаю о том, что комментарии в этот раз мы читать не будем, но обязательно выпишем самые интересные вопросы. И пригласим Игоря через пару недель на повторные эфиры. Сможем пройтись именно по вопросам от вас, от телезрителей. В данный момент я ожидаю, что Игорь к нам присоединится. Очень интересно узнать, как прошла пандемия для Игоря и в каких проектах он участвует сегодня. Ну и, конечно же, о том, какие перемены произошли в киноиндустрии за этот сложный период, как сейчас проходят кастинги, и каково работать на две страны на сегодняшний день. Обо всем об этом мы у Игоря узнаем, пока я не вижу, чтобы он к нам присоединился. Так, смотрим, Игорь, где он? На самом деле, нас с Игорем связывает еще и знакомство в самом Голливуде. Изначально впервые я встретилась с Игорем на площадке в Голливуде. Мы снимались в одной картине, где я сыграла главную роль. Играла роль Саши Виланова. Игорь по своему типажу играл плохого парня, который должен был меня поймать. Собственно, убить. Вот, поэтому, друзья, посмотрите эту картину. Будет очень интересно узнать, сколько проектов было с того момента. Вот. И каково сейчас пространство кино в России. И что происходит у нас. Я пишу Игорю, что мы уже в эфире. Я в эфире. Ожидаю. Поговорим о разнице. Поговорим о фишках. Ведь действительно, Игорь отличается тем, что он абсолютно с своей уникальной смелостью. Все трюки, которые исполнены в лице артиста, были выполнены им самим. И, конечно же, мне, как педагогу актерского мастерства, который сейчас запускает свой курс, очень интересно узнать, страшно ли ему было уже довольно во взрослом возрасте попасть на киноплощадку и как могла помочь вот эта вот уникальная смелость. Человек, который поработал и в цирке, является мастером спорта современному пятиборю. Как помогла его спортивная карьера в кино. Итак, смотрим, есть ли у нас... Все, я нахожу. Ура! Игорь, ну расскажи, над какими проектами работаешь и как прошла для тебя пандемия? Господи, привет, сладенький! Как тебя зовут? Лукоша. Нас зовут Лукоша. Лукоша. Почти ровесник моему сынульке. Надо обязательно будет их познакомить. Ну, познакомим как-нибудь. Слушай, ну над какими? Слава богу, пандемия была у нас тяжелая. Я не работал четыре месяца. Четыре месяца просто. Без работы. И, ну, сейчас вот что-то началось. И причем началось с чего-то самого интересного. Во-первых, вот Ромка Прогунов меня пригласил в интересный проект. Рома, если вы знаете Рома Прогунова, это Рома, он такой неординарный режиссер. Роман Прогунов, режиссер фильма «Духлес», хороший друг. Да, конечно. Да, Ромка он такой. И он сейчас делает проект сумасшедший, хороший, где там Пашка Деревянко в главной роли играет. Лукоша, или иди к маме, отойди. Или что, он запутался в проводах здесь, пожалуйста. И главной роли Паши Деревянко играет. И такой интересный проект. И вообще у Ромки много всяких задумок. Я с ним знаком давно, ни разу не снимался с ним, но задумки у него такого рода, что просто голова закружится там. Хорошие, интересные. Надеюсь, они у него все воплотятся. Расскажи, а как проходит подготовка к этому проекту? И есть ли какое-то отличие между при-продакшеном подготовки и подходом наших режиссеров с американскими? Я прыгаю в вопросах, на самом деле, потому что еще изначально интересно послушать, какова была твоя работа именно в США, и каково было вернуться, и в сравнении также работать и здесь, и там. Ну, во-первых, я не то чтобы вернулся, я просто по... Ну, так получается, что мне нужно находиться здесь, и я работаю. И я, ну, я все равно езжу туда, и там снимаюсь там. Отличие огромное, отличие огромное в том, просто, ну, самое главное отличие в деньгах. Вот и все. Мы экономим на всем, на всем просто. Мы экономим на патронах, которые стреляют из автомата. И вместо патронов мы там делаем огоньки какие-то, понимаете? А там люди не экономят, там люди тратят миллионы за одну сцену, чтобы ее добавить и сделать как-то. Вот и все. Игорь, расскажи изначально из спортивной карьеры, и даже цирковой ты приехал в Лос-Анджелес, в Соединенные Штаты, и получил там образование. Каким образом ты с самого начала попал в картину? Как проходил кастинг? Страшно для тебя было? Да нет. Мне в Лос-Анджелесе страшно не было никогда, потому что я был молодой, горячий, и я прошел Лас-Вегас, в котором я просто в 50-градусной жаре ходил, искал себе работу в течение полугода, и спал в парках, потому что мне негде было спать. Поэтому меня уже ничем не испугает. Как ты туда попал и почему остался? Ведь это самое интересное, это ведь решение внутреннее, что это мое место, я хочу здесь быть. Я приехал туда с цирком, с московским. У нас были гастроли, и когда я увидел, что в каждом казино происходят чудеса, какие-то шоу, какие-то невероятные события, я понял, что это мое место, а как по-другому? Ну, довольно сложно решиться. Я тоже осталась в Голливуде на 9 лет, и на самом деле там довольно... Да, я тебя умоляю, я тебя умоляю. Когда тебе 23 года, тебе сложно решиться, это сейчас сложно решиться. А когда тебе 23 года, решения принимаются вот так вот, понимаешь? Каким образом ты попал в первый проект, и как проходили пробы? Расскажи, пожалуйста, об этом. У тебя действительно очень интересно, очень многие артисты мечтают попасть в Голливуд и попасть в эти проекты. Понятно, что ты очень яркий, безусловно. Во-первых, это все случаи. И дай бог, мой герой, мой герой, это мой случай. Потому что мне случайно всегда везло. И я когда приехал, даже первый день в Лос-Анджелес, первый самый день, у меня там был товарищ уже, который супермодель, очень известный такой. В общем, он давно очень там работал, там с каких-то лет еще, когда агентство Red Stars открылось, его забрали туда, и он там зарабатывал большие деньги. И он встречался с Мадонной в то время, у них любовь была там туда-сюда. И он меня, он снял квартиру в Лос-Анджелесе, и вот он меня пригласил к себе. И первый раз мы с ним пошли в магазин, и в первый же день ко мне подошла какая-то странного вида женщина. с фотоаппаратом тогда были полироиды, если ты помнишь, что это такое. Конечно. Да. И она говорит, можно вас фотографировать? Я думаю, ну, больная, что ли, ну, что? И она говорит, ну, пожалуйста. Я говорю, ну, хорошо, давайте. Вот она меня полироидом сфотографировала, на обратной стороне фотографии записала номер телефона. Ровно через три дня мне позвонили, и меня пригласили быть лицом, лицом Данхилл. А Данхилл это не сигареты, как нам принято там думать. Данхилл это бренд одежды серьезной. Вау. И они меня начали крутить, они меня начали возить везде там, по Европе, в Англии где-то, мы там где-то еще, черти, в Лос-Анджелесе сколько съемок были. То есть я за эти деньги, я сумел, я сумел накопить что-то за это время, и эти денежки пустить в свое обучение актерское. Вот и все. Очень интересно. Скажи, а вот как ты выбирал место для обучения актерскому мастерству? И были ли у тебя сложности с какими, с визовами, с документацией для того, чтобы остаться там? Вот это то, с чем чаще всего сталкиваются наши ребята, что они могут приехать как туристы, но именно получить работу очень сложно. В то время, наверное, было немножко иначе. Ну, в то время было попроще, потому что меньше было, как они называются, офицерс, этих иммиграционных офицеров, которые следят за передвижениями иммигрантов. Но я женился. У меня что, проблемы? Я женился, да. Я женился, если честно говоря, первый раз фиктивно. И меня поймали, что я фиктивно женился. Поймали, взяли за задницу. Потом я уже работал в мюзикле, попал в самый большой крупный мюзикл в Америке. И там у меня была партнерша, которая меня спасла, грубо говоря, сказала, давай поженимся. Я ей сказал, ну, подожди, я тебя не люблю. Она говорит, ну, у тебя два выхода. Или вали из страны, или у тебя есть шанс остаться. Все. И люби. В общем, у меня вот такая вот какая-то... Поставил себе цель. Вот истинный спортсмен, да, как балет. Поставил цель. Да я себе цели не ставил. Мне нравилось. Мне нравилось. Мне нравилось. Я обожал Лас-Вегас. Я обожал шоу. Я обожал шоу people, всех этих людей. Я обожал все, что мы делали. Как мы встречались. Как мы проводили вечера. Как мы потусовались на выходные дни. Я все это обожал. Все. Это была моя любовь. Что я еще могу сделать? Ну, вот все. Я не хотел это терять. Просто не хотел. Потрясающе. И затем ты накопил деньги и решил обучаться актерскому мастерству. Кто-то посоветовал тебе место. Каким образом ты отбирал, где именно получить актерские знания, опыты? Какая техника была тебе ближе? Посоветовал мне мой теперешний товарищ уже. Он известный голливудский продюсер Тед Фокс, который снял очень много фильмов. А встретил я его в скриптиз-клубе. В Лас-Вегасе. Потому что у нас все девчонки наши, кто работал в шоу, они ходили по ночам подрабатывать в стриптиз-клуб. А мы все там, ребята, ну, ходили к ним, потому что ты там можешь к ней спокойно подойти и сказать, слушай, мне вон та нравится. Можешь познакомить? Или вот это там. То есть, ну, как-то какие-то были общения там. Или просто она могла с тобой целый вечер просидеть там, потанцевать тебе бесплатно, понимая, что у тебя нет денег и что ты там. Вот. И я так познакомился с Тедом, который на меня смотрел, смотрел, смотрел очень долго. И я думаю, нормально я пришел в женский стриптиз-клуб, а на меня мужик смотрит так долго. И потом он мне спросил, а это не вы сейчас играли роль Самсона в шоу Джубили? Я говорю, да, я играл. Он говорит, блин, как здорово, как хорошо. У меня для вас есть там хорошее предложение. Не хотели бы вы сняться в кино, там, туда-сюда. Я говорю, хотел бы. Почему? С удовольствием. И он как раз снимал в то время детскую комедию, в которой снимался в главной роли Шая Лабаф. Такой ныне известный актер, да. И ему было тогда, я не помню, Шае 12 лет, что ли, или сколько-то. И он мне предложил роль играть охранника школы, в которой учатся эти дети безбашенные. И я потом его понял, что роль заключается в том, что чем хуже ты ее сыграешь, тем лучше она будет выглядеть. Понимаешь? Потому что охранник должен быть дураком, конкретным дураком. Вот я сыграл такого дурака, потому что я не знал, как играть. Я играл все, что мог. Но я взял отпуск на две недели, уехал. Но он заметил это, и мы с ним подружились. И он сказал, что я вижу, тебе это нравится, и я тебе дам один совет. Вот ты теряешь время. Ты сейчас работаешь в цирке Дюссалей, да, ты работаешь в этом самом, в мюзикле. Ты это время, в это же время ты можешь учиться. Учиться. И вот я воспринял его совет, я нашел школу актерскую в Лас-Вегасе, я стал эти денежки какие-то уже скапливать, и учиться просто в это самое... Учиться на актера, ходить в актерские школы, учиться там, брать актерские классы, слава богу. И параллельно с этим, наверное, да, кастинги пошли уже. А потом, когда я понял, что это... Что это случается, что это происходит, и что у меня что-то получается, я просто взял и переехал в Лос-Анджелес. Потрясающе. Сложно ли было найти агента там, кого-то, кто представляет себя непосредственно для того, чтобы проходить кастинг и попасть на те роли, которые ты сейчас известен? Для начала несложно. Для начала там есть такие агенты, допустим, как Виктор Круглов, очень известный. У него все русские у этого агента, он берет всех, и он всеми занимается там. Но дело в том, что чем выше ты поднимаешься там по актерской ступеньке... Спасибо, малыш. Чем выше поднимаешься по актерской ступеньке там, да, тем... тем труднее тебе найти хорошего актера, хорошего... Агента. Агента, да. Вот и все. И я так двигался, двигался, потому что хорошие агенты, они как делают? Они собирают консилиум, и они собирают консилиум и решают, нам нужен этот человек или нет, можем мы на нем зарабатывать или нет. Вот такое происходит. Это первое. Второе, тебя никто не возьмет, если у тебя нет ни визы, ни вида на жительство, ничего. Обязательно все тебя в первую очередь спрашивают про это. Вот и все. Поэтому у меня было, я там был женат уже второй раз, у меня там уже все документы были туда-сюда. Да, и зачастую еще в США берут даже крупное агентство актера, который, в общем-то, подает надежды, и часто бывает так, что просто на полке оказывается человек и не получает работу, но имеет агента, не может сотрудничать. Если человек подает крупнейшие надежды, если это, извиняюсь за выражение, молодой Джонни Депп там, то тебе сделают все. Понимаешь в этом? А если ты такой средней руки, там, ну, снялся в пару фильмов, то тебе никто ничего делать не будет. Вот и все. Меня спасло, меня спасло, что у меня один из первых фильмов был у Тарантино. А, у Клиныства, да. Один из первых. У Клиныства, да. А потом уже Тарантино, потом Спилберг, там все. А это играет само на себя. Это уже, это такой лист серьезный. А класса актер, сразу попадаешь, да, в лист А класса актера. Да, ты сразу попадаешь, и некоторые там, иногда тебя даже не пробуют просто на кастинге, просто говорят, а кто это такой? Кто это такой? Как, ну подождите, вот снялся у Тарантино, он снялся у Клиныства, да, он снялся у Спилберга, в «Ондиане Джонс», главная роль, это говорит само за себя, и как бы тебя, ну, берут, вот и все. То есть я не хвастаюсь, но это действительно работа. Это правда так. Игорь, расскажи про опыт работы с этими режиссерами. Действительно, ты находился на площадке, работал. Клиныствут и Спилберг, это действительно величайший в кинематографе личности. Расскажи какую-нибудь историю, воспоминания, чем тебе понравилась работа и чем запомнилась. Ой, да про каждого можно рассказывать все, что угодно. Слушай, ну, Клиныствут, вот это самый, его называют удавом, это самый спокойный, человек, самый спокойный режиссер, который встает с места, а у него, на секундочку, группа, с которой он работает, там человек 40, он с ними работает уже лет 50. Лет 50. Вот в чем секрет. Они с полувгляда понимают друг друга. Конечно. Они вот, он повернулся там, что-то там показал, раз, а там уже все сделали. Он раз, там все сделали. Понимаешь, у Спилбурга по-другому. У Спилбурга есть Адам. Адам – это второй режиссер, который англичанин, который суетится так, как рыжие муравьи не суетятся, который бегает вообще по площадке, и он за Спилбургом может сделать все. Вообще все. Он выставляет людей, он делает, и Спилбург ему настолько доверяет, что Адам может все сделать там это самое. А Тарантино вообще другой человек. Тарантино – человек, который говорит миллион слов в минуту, и он слышит себя, он слышит тебя, он слышит еще кого-то, и он всем дает советы. То есть это, ну вот, все такие абсолютно разные люди, и поэтому эти люди достигают каких-то высот, потому что они разные, и они у них, у них вот такие вот есть. Ну вот, в культовой картине Индиана Джонса, где ты сыграл главного полковника, отрицательного героя, там очень сложные трюки, там очень сложные драки, и сама такая активная работа. И расскажи про этот опыт, особенно про драпу. Кстати, а что опыт? Я сам там все делал. Я там делал действительно действительно все сам, и Тарантино, а у Тарантино, а у Клиныстуда была замена, у него был дублер, и Клиныстуда, и когда мы сами с ним там пытались что-то делать, вот он мне два раза челюсть сломал. Да вы что? Ничего себе! Сломал! Да, два раза сломал челюсть. Сам меня отвез потом в госпиталь на гольф-машинке и кричал, и кричал, завозя меня в госпиталь, кричал, я убил человека, я убил человека! Они такие... Очень пережил, господи! Они там все с ума сошли. Поэтому нам Спилберг сразу сказал, слушайте, ребят, хотите за вас все сделать дублеры, пожалуйста? Хотите, чтобы ваши лица были в камере максимум крупно, хорошо и видимо сами делайте. И вот мы с Клинтом решили, то есть с Херрисоном мы решили, что ну давай сами, ну давай сами. Ну вот иногда не рассчитали, иногда там бах-бах-бах, он мне вот попал в челюсть, у меня трещина была. Мы какое-то время там лечили эту трещину, но... Ай-яй, наверное, нужно было вернуться на площадку, чтобы трещина. Там на каждой студии, на каждой студии есть медицинские клиники, на каждой. Тебе, с тобой что-то случилось, ты через секунду там, все, тебя лечат, все, тебя, это тебя, тебя никакой очереди, ничего, не надо никому ничего доказывать, тебя сначала лечат, а потом все уже решаются все вопросы. Вот и вся разница, понятно. И соотношение к человеку, к актеру, да? Я сейчас порвал себе ключицу, и я уже две недели не могу сделать себе операцию. Как так вышло? Я не могу себе найти врача, не могу ни с кем договориться, ничего. Что мне сделать? Стреляться? Ну, вот так вот. Как это произошло? Это произошло на каком-то проекте? Это произошло на работе. Вот так вот, упал, и ключица выскочила, порвались там какие-то ахиллы. Ну, что делать? И всем все равно немножко нужно. Нет, нет, не всем все равно, все стараются помочь, но у нас нет такой страховки, как там. Понимаете? То есть, тут такой разрыв цен, что вообще с ума сойти. Одна тебя фирма берет за 150 тысяч рублей сделать, а другая за 5 тысяч евро. там сделать тебе операцию. Вот тебе, пожалуйста, разрыв. У нас нет ничего. А там профсоюз, который тебе гарантирует, гарантирует там одинаковую зарплату, одинаковую там резиджуалс, одинаковую там помощь, там одинаковую, все одинаковое. вот и все. Расскажи немножко о том, каким был твой первый проект и опыт работы в России, с каким режиссером, чем запомнилась съемка. И, конечно же, про разницу я уже спросила, что она колоссальная. В России ты имеешь в виду? Да. Ой, в России спасибо, спасибо моим дорогим друзьям, это Леша Петрухину, продюсеру, и Олегу Степченко, режиссеру. Вот они меня первые вытянули в Россию, предложили мне роль в фильме, в котором мы замечательной сейчас актрисой Анечкой Чиповской сыграли двух головорезов. И это было прекрасно, мне очень понравилось, и все. В России, я еще раз говорю, тут разница какая, там все более прагматично, но понятно. А здесь все хаотичнее, а здесь все душевнее, но хаотичнее. Ничего, ни хрена ничего не поймешь, да? Ты здесь приезжаешь, и целый день можешь сидеть на съемочной площадке, и вечером только начать работать. А там меня Спилберг видел с утра, и сразу звал ассистента там, кастинг-директора, и говорил, почему Игорь здесь? Он говорит, ну как, мы же начали работать, восток, он говорит, да вы что, дураки совсем? Он мне не нужен, он мне нужен к моменту съемок, мне нужна полная концентрация его там, всего мысли, и всего, всего к моменту съемок. Мне не надо, чтобы он целый день сидел в вагончике у себя и ждал там, чего-то там, пил чай там, с лимоном или что-то еще. Вот, вот, вот подход другой. А у нас нормально, тебя вызывают на площадку, я говорю, а что так рано вызвали? А они говорят, дождите, ну у вас же смена там 12 часов, вот и сидите. Позволяешь ли ты себе импровизацию? Вот мне очень интересно технически понять, да, насколько тебе разрешают импровизировать и вытаскивать свой собственный характер. И тебе точно говорят, что нужно слово в слово и работать именно вот так и так и так. Бывали случаи, чтобы ты не соглашался с режиссерами? Всегда. И ни один нормальный режиссер не будет тебя заставлять там делать слово в слово, там что-то, да, какие-то вещи. Я вот вчера снимался в там, в новелле там у Ромы Прагунова, такой известный режиссер. И Рома позволяет, ну позволяет. Ну вот я, я человек, который не люблю учить текст. Я человек, который любит понять характер. Понять характер и вокруг этого характера уже построить свое там жилище. Вот так вот. И мне приятно, что Рома мне ни слова не сказал там, что нет, подожди там, там. Ну он сказал пару таких ключевых вещей, которые, нет, подожди, вот это нельзя пропустить, это надо обязательно. А вообще ты говоришь, что хочешь, ты делаешь, что хочешь. Главное, доносишь суть того, что нужно. Вот это вот прекрасно. Понимаете? Это везде. У нормальных, у любых режиссеров это везде происходит. Так ли это в Соединенных Штатах? Насколько я помню, там довольно строго относится, вот работа сценариста, он написал именно так и так, и ты, если скажешь по-другому, ты как бы портишь его работу. Или там так же было дозволительно, в принципе, импровизировать для тебя? Ну, во-первых, это вранье, во-вторых, в первые годы я не импровизировал, потому что я очень боялся и был очень ответственным человеком, а дальше я уже ничего не боялся, и я, и меня научил тот же Тарантино, пожалуйста, вот мы снимались в Шпионке, и я свой текст читаю, он свой текст читает, мы там рядом, он говорит, слушай, а нафиг тебе это говорить? Я говорю, ну как тут же написано? Он говорит, ну что, дурак что ли, ну зачем тебе это надо? Скажи свои слова. Скажи вот так, это же проще, это же легче, это же доступнее. И я говорю, меня не убьет там Джей Джей Абрамс в то время режиссер, он говорит, да нет, никто тебя не убьет. И вот я там начинал импровизировать, и так вот, так это все пошло. Импровизация, главное, не потерять суть того, что ты делаешь, о чем ты говоришь, что ты, что с тобой происходит, вот и все. Какая самая сложная была роль для тебя из опыта? Ой, сложная роль самая для меня это была в фильме Ви. Ага, да. Потому что там слишком много было, слишком много было трюковой основы, слишком много я там скакал на лошадях, превращений у меня было много, я летал очень много, а каждое превращение, каждое переодевание занимало восемь часов грима, восемь часов грима. вот это вот было сложно. И когда у меня там были такие моменты смешные, там у нас снимался известный актер такой, Джейсон Флеминг, если знаешь, который карты, деньги, два ствола, крыши, вот, и он, а у меня были как раз в это время перелеты, я летал в доме Панушки, я летал там с крыши на крышу, откуда-то, куда-то еще, все это было на таких харнес, называются, как они по-русски эти, подвески такие, и вот ты на них летаешь, да, и у меня пережало все, у меня пережало лимф, лимфоузлы, все, я дышать не мог, мне стало плохо, меня отнесли в комнату, положили, чтоб я, чтоб я отдыхал, просто, ко мне вызвали врача, пришел Джейсон Флеминг и говорит, слушай, Игорь, я вот хотел продюсеру сказать, что мне ботинки жмут, но сейчас на тебя посмотрел и подумал, да хрен с ними, пусть они жмут мне эти ботинки. Пришел поддержать. Да, действительно, вот эти трюки очень-очень сложные, но, конечно же, потом такой эффект, и как это было исполнено, потрясающе. Как долго проходили съемки к фильму ВИИ? Ну, вот первого ВИИ мы лет пять снимали в Праге, у нас были экспедиции, мы приезжали на два, на три месяца под Прагу, под Прагой строили специальную деревню такую, и мы там снимались, и это был самый, ну, такой максимально приближенный фильм к Голливуду, потому что, ну, нас там учили всему, тренировали всему, ездить на лошадях, фехтовать, что-то еще делать. Так обычно в России не делают. Обычно тебе дали пластиковый автомат в руки и вперед пошел и стреляй дальше. пять лет съемок, это действительно грандиозно, и при этом расскажи, какие контракты бывают, когда берут, да, когда съемка длится так долго, ведь там есть ограничения и по внешнему виду, и по переездам, и по здоровью, как... Не, ну, по контрактам я с тобой не смогу поговорить, извини, пожалуйста, потому что это какие-то уже частные случаи, и я не хочу никого сдавать и себя сдавать. Я очень хорошо помню, что именно подобный контракт долгосрочный в сериале в Лос-Анджелесе повлиял даже на мой переезд обратно в Россию. Я просто испугалась с возраста 27 лет, когда наш пилот подхватили, что 8 лет контракт, нельзя рожать детей, нельзя никуда выезжать, вылетать. Это довольно страшно именно в этом смысле. Это у тебя серьезный контракт. Да, было такое. Я тогда только вышла замуж и решила все-таки как-то себя обустроить как женщина в первую очередь, потом заниматься карьерой. Поэтому действительно контракты таких долгосрочных фильмов, они непростые. Нельзя менять внешность, загорать. А, это да. Я в этом смысле. У меня проблема была как раз со Спилбургом на Гавайях. Мы поехали, мы снимали часть Индианы Джонс на Гавайях, и мне очень понравился этот снорклинг. Знаешь, ты ныряешь там, и рыбок там всяких ловишь там, и все. А спина у тебя наверху. И вот ты целый день, я так проторчал, и у меня спина вот таким волдырем. Волдырь просто. А пух прям огромный, потому что сгорела вся спина. А в контракте у меня написано там никаких тебе горных лыж, никаких тебе там этого, мотоциклов. Я еще плюс мотоцикл взял в прокат. Короче, мне Спилбург там выдал по полной программе. Вот-вот, именно об этом. слава богу, он меня, ну так, как-то ко мне относился, хорошо, но если бы это были другие люди, я думаю, что меня бы взгрючили по полной программе. Конечно. Игорь, у нас очень много вопросов по сериалу «Мажор». Вот, спрашивают, когда выйдет сериал, в каком статусе сейчас находится проект, и, конечно, расскажи немножко и об этом опыте тоже, потому что действительно культовый получился российский сериал, каково тебе было работать там, как тебе нравится твой герой, откуда ты его взял, возможно, кто-то тебя смотивировал как пример, чтобы взять именно такой характер. Расскажи об этом немножко. Я его ниоткуда не брал, спасибо всем, всем, кто был причастен к этому там в основном Саша Цикала, Ваня Самохвалов, Бек Хамраев, там все-все-все-все-все-все, кто, ну, люди начинали первый «Мажор», они мне придумали вот такую маленькую роль, которая потом выросла в роль «Качели». А роль «Качели», она, она самая благодатная для любого актера. Почему? там Костя Статский режиссером был. Потому что, ну, как, почему? Потому что «Качели» это когда ты начинаешь с одного там героя, а заканчиваешь совсем другим персонажем. И у меня такое получалось. Мне звонили, писали сотни, тысячи там в Инстаграм, в Фейсбук, там, после того, как я там убил родителей «Мажора», там, что-то еще. Какая вы сволочь, какая вы скотина, как мы вас не любим, какая вы падла, там. А потом, а потом эти же люди, эти же люди уже в другом, в третьем, втором сезоне, когда оказалась ситуация другая, что это все не я, что я наоборот старался там помочь туда-сюда, они же мне уже начинают писать «Как мы вас любим», «Какой вы хороший», там, туда-сюда. Вот это называется «Карелия». Вот это самое главное для актера, это самое крутое. А что еще может произойти? Ну, а дальше я вам не буду рассказывать, потому что у нас сейчас выходит, во-первых, полнометражный фильм в кинотеатрах «Мажор», ты представляешь, мы же даем премьеру. Да, а потом мы начинаем снимать с декабря, по-моему, четвертый сезон уже «Мажор». Я бы, если честно, у нас просто чуть-чуть, видите, все это по-другому, у нас как-то все там одно накладывается на другое, там, туда-сюда. Я бы снимал вечно, вот как сериал там «Фрэнс» какой-нибудь, в Америке или что-то еще. Ну как можно терять сериал, который тебе приносит огромные деньги и который самый любимый народом? Ну как? Ну конечно. И это только у нас это возможно. А у нас можно. Раз закрыли сериал, и все. Да вы же с ума сошли. Да как это можно? «Дом-2» не закрыли, а сериал «Любимый народом». «Дом-2» не закрыли, а сериал «Мажор» закрыли. Да, ты права, кстати. Но народ ожидает, так что возможно история качелей и с организацией каким-то образом произойдет, и они передумают, и все-таки что-то... Произойдет, произойдет все, все будет классно, и... Ну, по крайней мере, то, что мы сейчас наметили, это будет... Это будет интересно. Игорь, у нас осталось не так много времени эфира, я все равно хочу спросить у тебя про то, как ты совмещаешь, как часто к тебе приходят предложения из США на сегодняшний день, делаешь ли ты сам опробы или чаще всего уже просто это звонки, и как часто ты отказываешься от проектов и по какой причине? Я делаю самопробы, частенько довольно, даже я бы сказал часто, и отказываюсь по причине, если это слишком короткий период и слишком мало времени, слишком мало денег, и тебе нужно шарить куда-то в какую-то страну там, и... И... там, на два-три дня, и ты думаешь, там, овчинка выделки не стоит. Вот и все. Много ли предложений из США поступает к тебе? Как ты успеваешь совмещать и сериал здесь, и поддерживаешь свою деятельность в Соединенных Штатах? Много предложений поступает много, но все они, не все они, я имею в виду, достойные, потому что всем хочется заполучить человека, ну, я честно говорю, да, который снялся в Блю Спилборга. Ну, конечно. Всем хочется получить. Но всем хочется получить, он до халявы. Вот и все. Потому что есть у нас, существуют, там, A-movie, B-movie, там, да, все, все категории фильмов, которые, там, по, по, по оранжиру, по сортировке, пеймента, да, котировки, да, они разные, вот и все. И, естественно, какие-нибудь, там, там, B-movie хотят получить человека из A-movie. И они понимают, они на этом играют, они понимают, ага, они просчитывают, так, сколько он не снимался, давно не снимался, ага, значит, согласится, давайте им предложим столько-то. Он предлагает говно какое-то, предлагает что-то еще, поэтому, ну, ну, как-то так. Есть ли у тебя в воображении роль мечты? То есть, какой-то проект, который бы ты сам для себя хотел бы создать и раскрыться еще более, как актер? Бывали у тебя такие мысли? Идешь ли ты к этому? Роль мечты? Роль мечты. Я не знаю, у меня роль мечты, это, когда я смотрю советские фильмы, три тополя на плющихе, там, да, или еще что-то такое. Вот это роль мечты. Понятно? А это все... Несбыточные мечты. Роль несбыточной мечты. Да, это уже роли такие, несбыточные мечты. А так... И еще, ты как продюсер также работаешь в сфере кино как продюсер. Расскажи про свои проекты, которые ты спродюсировал и намечаешь на это что-то. И также хотелось бы спросить по традиции актерсток, если бы ты снимал фильм или представлял бы себя о том, что участвуешь в картине на тему пандемии, какой бы это был жанр и стал ли бы ты участвовать в подобном проекте? По поводу продюсера я ничего не буду говорить, потому что боюсь, во-первых, спугнуть. Есть какие-то... Вот у меня Лукоша тот помогает чуть-чуть сделать там картинку красивую. Потому что по поводу продюсерства это такая мечта, которую ты боишься спугнуть и не хочешь спугнуть, и я пока ее держу при себе. Но она есть. Но она есть. Иди сюда. Ну, наверняка это проект, который вдохновил, но раз мы не касаемся этой темы, мы просто ой, привет, ладенький, не плачь. Сейчас папочка к тебе вернется, потому что у нас осталось буквально несколько минут, которые я бы хотела спросить также по традиции. Игорь, дай нам, пожалуйста, три совета для начинающих артистов, которые только в начале своего пути, как добиться успеха и с чего начать. начать с обучения обязательно, и обучение как можно глубокого. Брать любые классы, любые там какие-то любых кастинг-директоров, которые дают какие-то классы, там что-то еще. Это первое. Второе, никогда не сдаваться, никогда ты всегда должен думать, что ты можешь, а третье, никогда нельзя думать, что ты хуже кого-то. Ну, никогда нельзя думать. Это на любом, даже на конкурсе красоты девки проигрывают, потому что она вдруг подумала, что там кто-то там лучше ее там или что-то такое. Все. любые сомнения, которые у тебя поселяются в душе, они тебе мешают. Не должно быть никаких сомнений. Нет, нет, ты все, ты сделал себя героем, ты герой, ты идешь героем, ты до конца прешь этим героем, ты стучишься во все двери, ты разрываешь все. Даже если тебе говорят, ты не герой, ты говоришь, да пошли вы в жопу, герой я. Понимаете? Класс. Да. Уверенность в себе потрясающая. Да, уверенность в себе, а как по-другому? Я очень благодарна за этот час общения, очень надеюсь, что через пару недель мы сможем встретиться снова на более короткие эфиры, ответить на вопросы наших зрителей, которых будет немало, и мы сможем пройтись по этим вопросам, порадовать еще раз нашего зрителя. Я тебе очень благодарна за время. Большое спасибо. Я вам только заметил, там внизу пишутся эти самые комментарии какие-то, да? Да, нам сегодня пишут много комментариев, вопросов, и мы всегда предупреждаем перед эфиром, что отвлекаться на комментарии во время эфира мы не будем, но поэтому мы встречаемся вторично, через пару недель и зачитываем самые интересные вопросы и радуем нашего зрителя. Вот, я очень благодарна. Друзья, с нами был Игорь Жижик, великий российский актер. Я смотрю уже приятные комментарии, поэтому спасибо, братцы. Спасибо большое, Игорь, до встречи. Давай, я тебя люблю, обожаю. Спасибо, дорогой. Peace. Ей. По поводу плеча я позвоню в личку, расскажу, как это сделать. Давай, кстати. Все, все, помогу, сама травмированная, не раз спортсменка, так что... Сама вылечу, сама позвоню, сама вылечу. Есть люди, есть волшебники. Целую тебя, дорогой, спасибо за эфир. Давай, моя хорошая, все, целую тебя, давай. Спасибо.